Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 7 по 13 стихи. Преступила к нему женщина с лавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегазовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мир за большую цену и дать нищим. Но Иисус, разумев сие, сказал им, что смущаете женщину? Женщину. Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповеданной Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И все это для памяти. Сегодня хотелось коснуться памяти. Человек этим и отличается от животных, что у него речь. Бессловесная скотина, словесный человек и память. Повторение, мать, учение. У нас встречаются в жизни люди, которые многое помнят. Один раз прочитают, и мне пришлось один раз увидеть такого человека в камере сидел. Преподаватель аэродинамики, второй группы космонавтов, Лозин Анатолий. Дают книги. Книга-то, по-моему, 360 страниц. Он просчитывает их за день. Я стал его проверять. Он почти цитирует, как будто там написано. Тогда я ему дал, я говорю, законспектируйте 90-й псалом. Он стал считать, просчитал. Дайте еще раз просчитаю. У меня с собой новый завет был. Я думаю, проверю его, как он конспектирует. Конспект это краткое содержание, которое выводит на полный текст. Второй раз просчитал. Шевелит губами, гляжу. Наконец, третий раз просчитал. Говорит, ее нельзя законспектировать. Я бы даже не додумался рассказать. Почему? Настолько такая конструкция, говорит, необычная здесь. Каждое слово, следующее по цифрам, не знаю, что это стих, нельзя тронуть, чтобы остальное не победить. Вот такое слово Божие наше. Мы сейчас коснемся нескольких мест писаний, которые говорят о памяти. А вы сами мысленно молитесь. Потому что под старость человек вплодает в такое состояние и не знает, что. Пошел на кухню, встал и стоит. А зачем я пришел? Это о президенте американском, Рейгене, говорила его, секретарь. Не надо удивляться. Изнашивается все, колени с трудом сгибаются. Вот поэтому надо тренировать. А так как впадает в старческий маразм, то им советуют считать каждый день хотя бы до 100. Раз, два, три. Нам не надо это делать. У нас псалтырь есть. Считай, запоминай. И память даст Господь, как у молодого. Почему у физиолога Павла, лауреат Нобелевской премии, он сказал, до последней минуты меня записывайте, как я буду умирать. А потом вскрыли мозг. 80 с лишним лет, как будто 18-летний юноша. Молодежь, заботьтесь о памяти своей. Не повторяйте ошибок наших, которые старше вас. Я в 23 года только первый раз увидел Библию. Ну, Господь позволил что-то запомнить, говорить людям. И сегодня мы пройдем эти места и увидим. Вот ученики увидели. По-человечески они поступили правильно. Очень дорогое то, что истратили. И оно никуда. Запах прошел. Зачем? Нищие, ты Господи говорил. И на суде Божьем будет спрашивать Господь. Он не будет спрашивать, там мир мазали или нет. Он накормил, напоил. 25 глава Евангелия от Матфея. Их не за что упрекать. Но это единственный случай был, когда за это упрекнули, что раздавать для нищих не на первом месте. И об этой женщине будет сказано, где бы ни проповедовалась Евангелие, в память о ней. Слово память, корень слова памятник. Ставят в стороне памятники, там летят журавли, воины лежат, убиты, чтобы мы помнили это. И это в каждом деле. Начинайте крепко молиться о своей памяти, которую уже за 30 лет перевалили. Один знаменитый политик, недавно он умер здесь, он говорил. Женщины как? Если 60 лет исполнилось, сразу в дурдом. Давай, Елгород, и все. Она что попало делает? Ну и правда, училась-то она лучше в школе-то. А спаривать не приходится. Потому что если не настроили ум свой на то, чтобы помнить божественное, то человеческое оно тебе и не нужно. А нам есть что вспоминать. Какие перед нами прошли люди. Апостол Павел начинает перечислять. Это целая история. Какие были племена, кто умирал, как это было. У каждого народа есть своя история. Кто не изучает историю, есть такое изречение. Тот рискует повторить ошибки его. На ошибках надо учиться. Десятая глава, первое послание к Коринфянам. А она построена не на представлении людей с хорошей характеристикой, а с самой отвратительной. И он перечисляет Павел их. Это 6-11 стихи. И говорит. Это были образы для нас. Чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Дальше опять говорит. Это написано для нас до сихших последних времен. Мы должны знать, почему люди это забывают. То Господь воздвигает людей. В Москве была такая, в начале перестройки, уже пошло все крахом. Коммунистическая химера начала издыхать. И общество назвалось память. Они многое претерпели, гнали. Они от самого корня взяли. Почему с нами стучилось? Почему в Англии королевство осталось? Здесь демократия. Здесь подряд и девочек. Четыре девушки, не познавших мужа. Это вопреки Слово Божие. Даже когда захватят, если она не знала мужа, оставь ее себе, возьми в жену здесь. Не объявили, никакого не было обвинения. Расстреляли и все. И они все это объясняли. Если вы пожелаете узнать, я подробнее расскажу вам об этом. Я захватил, как общество это работало. Знаменитый человек. Я когда к ним попал, а организатора ее не было. Но он все помнит. К ним попали моя начитка 50 томов книг. Это в 80-е годы еще насчитал. И о чем они говорили, я скажу о масонах. У меня как раз вся эта тема была разработана. 14 лет на ней я работал. И они ходили где-то в горах раньше, говорят, и слушали записанное. И он заходит, еще не зашел, а уже услышал мой голос. Он не поверил, что я у них там нахожусь. Ну, конечно, мы не сошлись во многом. Но главное, открыть надо тайну. Происхождение греха, память. Вот сегодня мы об этом прочитаем. Книга Исход, 3.15. Просите у Бога памяти. Ох, как плохо без памяти. Мы каждый день просимся, Господи, слава Тебе, что жизнь нашу продлил и память сохранил. Один рассказывает, священнослужитель. Я в таком месте был где-то в вузах. Человек, он там, видимо, в лагере проповедовал. И подошел к ним один человек и говорит. Вы Бога-то благодарите? Он говорит. Каждый день молюсь. А благодарите, что у тебя память с утра осталась? Я, говорит, никогда об этом даже не думал. А от них я уже перехватил. Мы каждый день молимся. Память человека. Она возвышает его над всем человечеством. Ты должен помнить то, что здесь. И главное, помнить жертву Христову. Какую дорогую цену им мы куплены. Ешь ли ты во славу Божию? Не ешь во славу Божию. Спишь ли во славу Божию? А ты сам подумай только. Не написано пей. Пей, потому что бывает, что-то готовят. Мозги на бекрень пойдут. Помни, все, которые начинали с малого. Не с водки, не со спирта, а с пива. Я знаю, у нас братья тут работали. Наши в общем не были. И они пристасились к этому. Потом едва ли, едва ли вылезли из этого. Это страшное состояние. Когда человек трясется буквально. Дайте немного. Где-то хоть что-то. Эти люди потеряли блаженство, дарованное с памяти. Господь кладет перед человеком жизнь и смерть. Я предложил тебе. Избери. Вот все о жизни. Вот все о смерти. Вот благословение, вот проклятие. Что может избрать человек, у которого нет опыта? Они знают, а что это за слова такие. Благословение, по-твоему, если понимать, то это все хорошо. А это означает, что у тебя есть и память. И ты Богословен, где бы ты ни был. В какой бы нации ты ни был. Ты постараешься людям рассказать о Христе. Не зная Христа, люди идут мимо цели жизни своей. Цель жизни заключается в подтверждении Духа Святого, как Серафим Сарусский сказал. Это означает, ты должен сделать все, чтобы в вечности быть там, в небе. Но не с сатаной вместе мучиться. А что ты можешь сказать, когда все отнимут? Мне Бог дал, отец у меня был с феноменальнейшей памятью. Он помнил буквально 1200 овечек, он знает, какая овечка покрылась, то есть вышла замуж. Когда ягнята будут. И записи писать не умел, грамоты не было. Может мне что-то оттуда досталось. Но божественного он, конечно, не знал, он не считал. И вот как начинаешь думать, как это можно было запомнить все. Я написал, когда в газету, они об этом разговаривали, мы обязательно должны встретиться. Как это так? Феноменальная, говорит, память. Это для нас дано определить благословение. Все о Боге, все о вечности, все о любви Божией. И в любой затруднительной обстановке ты сможешь помочь, придя к умирающему. Попал человек в аварию, все кончилось. Она молодая, попала в автокастрофу. Призывает, врачи, шепчется там, что она до утра не доживет. Вот она, мать, призывает это веро-кушнее стихотворение. Ты учила меня пяти танцевать. Ну а теперь я умираю. Ты не научила меня умирать. Учите своих детей умирать. С чем они предстанут? Потому что я вроде молодой, а ты не знаешь, где это будет. Сегодня так легко попасть в число тех, которые жизнь оборвана будет. Прочитаем мы. Исход 3.15. Господь напоминает нам уже с первых книг через Моисея. Берегите память. Ни с чем и никакими... Ну, круто заваривать чай, наркотик, какаво. Я считал и считаю это наркотики все. Берегитесь этого. Будьте внимательны. И память поможет. Лишний вес у тебя не будет. Ты будешь понимать, что это не надо. Ты будешь понимать, откуда это идет. 3.15. И сказал еще Бог Моисею. Так скажи сынам Израилем. Господь Бог отцов ваших. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Памятование. Это память. Вот мы праздники какие-то справляем. Даже у нас есть праздники, которые требуют... Я просто молюсь, чтобы Бог пересмотрел, чтобы мы неправильно делаем. Праздник Покрова. Вот только что был. А что это за праздник? Еродивый видел. А видел он, что Божья Матерь распростерла вам опор, покрывала. Город окружен сарацинами. И она молится. Ну, тут его свой еще помощник. Откуда пришло это? С Греции в город, в Сарицын. Мы в Москве есть храм греческий. И как раз на Покров мы туда пришли. У них служба даже не поминается никак. Я говорю, а как праздник? Никакого праздника нет. Так мы от вас получили. Но это вы сами придумали. Да праздник, да не какой-то Покровский собор. Фамилии Покровские, районы Покровские. Везде все Покров, Покров. А спроси не знаю даже. Земля снегом покроется. Ну, тут понятно уже делается. Я вчера говорил только об этом. Для невест придумали молитву. Покрой меня женишком. Ну, это уже совсем насмешка. Я стал говорить. Видимо, дошло там до верхов. Почему не пересмотреть? Какие у нас были здесь Покровы? Заметьте, вот разблокировка Ленинграда. Сколько погибло? Когда отступили немецкие войска. Курская битва. Переломный момент в войне. Сталинград. Нигде столько не погибло. И видели видение Божьей Матери. Даже немцы видели. Почему не перевести на этот же день? Все, но заложить другое. Чтобы русский человек встрепенулся. Из небывалого поражения. В первые дни 4,5 миллиона только ушло в плен. И вдруг победа. Когда меня спрашивают, а почему они так сделали? Потому что он коснулся Бога и народа евреев. Неприкасаемые. А задача ставила уничтожить их. Решить еврейский вопрос. Я попутно говорю. Он забыл это. Кто касался их, все поражены. Все. А они набрали какую силу? И информация. И все деньги, все в их руках. И мы должны быть Богу благодарны, что все идет по Божьему плану. Итак. Чтобы мы помнили. Не забывали. Евреям дается это. Говорится о битвах, какие они проводили. Память. Какое-то событие. Память. А у нас крещение Руси. А что крещение Руси приняли? Лопаты. Ладома. Стундуки. И пошли копать горы. Ни одного миссионера не прислали. Ни одного. А кто на это пошел? Я могу перечислить их на одной руке. Которые были здесь. Это Пермский. Степан. Народ целый обратил Пермяки. Это Иннокентий. Вениаминов. Просветитель северных народов. Николай. Касаткин. Японский. Архимандрит. Макарий. Глухарят. На Алтае. 475. Алтайцы. Айроты. А они обратились к Богу. Он приходил туда у них. В их этих юртах. Выметал. Помогал. Все. И проповедовал. Это были настоящие миссионеры. Вот. Чтобы не забывали это. А просто так. Человека можно сделать. Что он придет. Отстоял. Ушел. А дальше живет как есть. Надо чтобы мы сияли как звезды на небе. А многие звезды падут с неба. Дальше. 17.14. И сказал Господь Моисею. Напиши себе для памяти в книгу и в души Иисусу. Что я совершенно изглажу память о Малекетян из Поднебесной. Запиши. Потому что есть такие люди. Которые творят такие дела. Что даже не вместишься. Ну. Не два человека. А считается от трех до пяти миллионов вышло. И в пустыне. Не два дня. Им. В пустыне. Так и написано. Через пустыню шли. 1500 тонн требовалось каждый день на пищу. Тонн. Не считая воды в пустыне. Так это 40 лет. И сколько там. 50 цистерн только требовалось воды каждый день. Когда они занимали где-то шатыр. Останавливали. Ну. Место стоянки. На ночь. Столб стоял на одном месте. Это расстояние до себя прикиньте. 30 километров так и 40 так. Это половина Москвы. И чтобы нигде ничего после нас не осталось. С лопаткой ходите на двор. Все было обдумано. И как они могли питаться. Чем. Вот это математика. И это не надо забывать. Если бы там этого не было. Не вошли в обетованную землю. Эта нация исчезла бы. А она осталась живая. И когда шли. Конечно были роженицы. Ослабевшие. И они отставали дальше. Видимо. По сторонам шли воины. Охраняли. А вот эти люди. Малитетяне. Они из-за кустов стреляли и убивали. Такие люди есть. Они добивают лежащего. И так. Господь говорит. Чтобы не забыли. Никогда не войдут в число тех. Которые идут туда кверху. Господь говорит. Помните это. Напоминает. В книгу запишите. Эта нация. Народ. Они страшные. А они наших отставших. Любимых жен и детей убивали. Это история нам говорит об этом. И мы должны помнить. Но у нас другой настрой. Это враг. Мы будем молиться. Вот они враги. Там напали. На нашу страну. То другое. Сейчас что-то. Молитва. У нас другого нет. Не надо клясться. Сказал. Да. Значит да. Сегодня спрашивает. Надо ли кому-то помогать. Сам смотри и думай. Куда это пойдет. Да слава ли Божия. 28-12. И положи два камня сиина на рамнике Ефода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. Для памяти. У нас как записку подают. Кто-то умер за упокой, за здравие, за обращение. У нас три формы. Чтобы родные и близкие опознали Бога. А там на рамнике. У него здесь вот. Это на наши плечи. И как карманы там были. И два булыжника по нашему сказать. На которых написано было по шесть имен Израилевых. И он заходя туда. Должен был. Если даже что-то забудет. Надо посмотреть. Ага. Колено такое-то. Левина. Колено Юдина. Помяни его Господи. Вот как Господь напоминает. А что напоминает нам о том дне. О Сретении. Не Симеона. А нашего со Христом. Я на этом тоже оставлюсь. Сретение тоже ничего не говорит. Ныне отпущаешь. А раба твоего поется. То есть я умираю. И все. И праздник. А где праздник обращения Савла в Петра. Через которым миллионы людей двинулись ко Христу. Нету. Мы что-то совсем неразумные. Это. Которое долго пророчество было. Оно никакой роли не играет. А где-то в седьмом или каком веке стали его справлять. Да. Буду на десятый. А вот ты для себя праздник создай домашний. Когда ты к Богу пришел. Когда первый раз Евангелие взяла. Когда ты возопила к Богу. Подняла руки. И сказала. Как ты велик наш Бог Иегова. Славим тебя. Господи. Ты умер за меня. И кровь свою пролил. Страдание на кресте. Меня ты искупил. Чтобы домашние кресты. Другие задрожали. А у нас такой радости нет. А что мы сделаем. Познайте Христа. Больше этой радости нет. Мы были в плену дьявола. Мы валялись никому не нужное. И Он нас избрал. И дал новое рождение. То что было это не наше. Господь говорит. И не поминул вам никогда этих грехов. Наполните сердце неслыханной радостью. Особенно в это время. Когда так смуты такие. И болезни. И войны. Вплотную к нам уже приступили. Я вот услышал на днях. Только на днях услышал. Притом министерство не опровергает. Что вполне может быть ядерная война. А у нас здесь. Где-то на Сибирске. Тут это вообще-то. А если там болтыхнут. Нам тут мало не покажется. Сегодня говорят. Достаточно для бомбы. Чтобы Нью-Йорк исчез от земли. А на Москву направлено больше тысячи ракет. Как говорят специалисты. Там генералы армии. Что делать? Как делать-то? Гиперскорость такая. Ракет. Мы можем только сказать. Мысль моя. Перейдить все ракеты. Господи. Я помню. Ты исполняешь. Ты даешь. Ты слышишь. Воззови ко мне. И услышу тебя. О людях. Которые не знают тебя. Да еще время им покаяться. Потому что за гробом нет покаяния. Как говорит Анжел Таус. Мы лечим маленькие болячки. Но мы не знаем. Что за болячки будут. Когда будут нарывы. Все тело будет гореть в огне. Черпать воду. А там одна кровь. Это все нам предсказал Господь заранее. Поэтому цените. Это самый необходимый минерал на земле. Вода. Берегите. Вот когда далеко носить. То как-то человек бережет. Я прочитал однажды. Где-то в Конго. Они утром рано выходят. Женщины у каждого сосуд. Да не наш сосуд. Там из глины сделан это. Идут черпать. А там пьют слоны. Бегемоты. И вот они придут. Женщины. Вечером в потемках являются. Это все. И этот поехал. Говорят, если машина сломалась. Там ничего нет. Но воду, которая охлаждает. Выпьют. Детям нечего пить. Он жилку блюда надрезает. И пьет. Иначе кровь свернется. А у нас. Сколько воды везде. Сколько. Я однажды услышал. Первого президента России. Советского Союза еще. Тогда это гласность была. И он говорит. Мы безраздумно тратим все. Сколько воды требуется. Мы кроме того, что требуется. В 70 раз больше тратим. Ну, с вами есть Германия. Там все на учете есть. Поставьте себе задачи. Даже для домашних условий. Вода немереная. А все-таки я буду экономен. Помня, что у людей капли не будет. Прохлади язык мой. Которые находятся в другом месте. 28.12. Прочитали. 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 Так. Испирь 6.1. Я беру исторические книги и спирь. Как они установили празднование Дня Победы. Дня Победы. Вот хотелось бы, чтобы как-то кто-то там в верхах у патриарха все подали записки. Или как-то помолились. А чтобы День Победы отпраздновали Христовый в нас. Не Пасха только. А во мне. Чтобы каждый знал. Вот этот день мы соединимся вместе. Я могу сказать 27 сентября 16-го года в 17.00. Я первый раз склонился с верою Евангельского Христа. Ровно 60 лет нынешний исполнится, как я держу Библию в руках. В ту ночь Господь отнял сон от царя. И он велел слуге принести памятную книгу дневных записей. И читать их пред царем. Вы знаете, царь Ростоксерс. А готовится в это время уничтожить весь еврейский народ. Такой злодей там есть. Аман. А вот царя Бог отнял сон. И он что? Не сказал там Пульхея Ивановна, принесите, что нам поесть, как у Говоля говорит. А он сказал, там книгу принесите, посчитаем. И библиотекарь берет не что-то, а именно тот свиток, где об этом написано. Он стал слушать. И что там написано? Щетко и ясно, что так-то, так-то. Царь-то готовил царство долго, но двоя вновь согласились его отравить. И обнаружили, и их казнили. Ну так, подожди. А там что? Ну там другое событие. Ну а как-то наградили его. Кто открыл-то это? Нет. А следующие потомки-то будут читать, скажут, вот это царь. Жизнь спасли. И он бедному человеку рубля не дал. Ну, по их, так сказать, лево или что-то. Так, и наутро он будет спрашивать главного своего визиря. Что сделать так, чтобы заметно было, что царь отблагодарил. Но он-то думает, кого? Меня будет благодарить. И начал собирать царского коня взять, посадить. И чтобы самый знатный человек шел, за узду вел коня. И громко кричали трубочитом, что царь делает так, кого хочет возвысить. Он вот это и сделает того, а он не знал, что это его смертельный враг. И вся история повернула в другое. И евреи по сей день празднуют этот праздник. Печенье пекут, там все. А так, как враг был Амана, там ушки Амана даже. Вот так. Мы должны научиться жить критериями, событиями Священного Писания. Они это отметили. А мы? Они были спасены. Явно гибель евреевскому народу. Истребли по всей земле, чтобы не было их. Нас еще никто не истребляет. Но грех тянется со всех сторон. Сами ходите. Детей-то, у кого дети есть, а детей-то есть. Фактически нет, чтобы отец пришел сюда. Даже с женой. И то нету. Дети, ну пока подрастают, подрастают. И исчезают где-то. Вот это то самое, о чем здесь говорится. Это дьявол уничтожает Божий народ. Который назван святыми избранными. Так Бог нас назвал. А кто заботится об этом, потом уже могут сказать. Вот у меня сын, а он так не ходит, ушел куда-то. А где же раньше-то были? Мы в поездке были. И были в шахтах Ростовской области. Стоянка была. И при нас появился там священник молодой. Ой, я где был? Я говорю, где вы были? Записываю, все у меня записывается. Я, правда, никому не сказал. Пошел к баптистам. И у них там молодежный кружок. 300 человек примерно. Да как им преподают, да все понятно. Я говорю, у вас сколько? У меня трое ходили, один остался, но все равно больше никого нету. Это же от нас зависит. Ну дай ему работу, ребенку там ноты переписывать. Какие-то стихи заучивать. Ну что же мы такие-то? Кончаем семинарии, академии, докторские. А с места не можем двинуться. И поэтому сегодня только в Америке 21 тысяча разных сект. И растаскивают буквально все. Все, милостью Божию, прочитаем Иова 18.17. Самая печальная книга будет Плащ Иеремии. Это она перед ней стоит. Так слово сказать, автор неизвестен по сей день. И считается по возрасту этой книги примерно с бытия. Потому что не день упоминается о законе Божьем, ничего. И так считаем. Память о нем исчезнет с земли, и имени его не будет на площади. У грешника. Когда он уходит, сколько говорили? Маршал Победы. Маршал Победы Жуков сегодня показывает главный мясник. Никого не жалел. Уже Берлин захватывают. Уже все, уже войска вошли. В 9 мая, или в 1 мая, чтобы было где-то. 470 тысяч положили. Тех, которые войну прошли. Главный мясник, говорит, войны, а не герой. И сегодня все стало опубликовано. Почему? Бога не знал совсем. И перед смертью не просили, чтобы пришел священник и их исповедовал. За каждого немца в этой войне заплатили 5,5 русских. Более позорной, говорит, войны не было. Трупами завалили все. И надо сделать воевать для себя. Ты будь таким бойцом на духовном фронте. Рассказывай людям о Боге. И когда они не знают, и внезапно, сразу оказались в плену. В шарашенной комсомольстве, которую расплачивали людей. Чума постигла страну. Но как-то, как коснулся Божий народ, пошел вспять все. Ну, просто надо историю знать. Память иметь хорошую. Псалом 6,6. Давид многократно говорит о памяти. Вот, настройтесь на это. Что мне помнить надо? Вот, старики, все помнят, когда что было. Где жили, все. Как говоришь о сегодняшнем, читаешь, ничего не помнят. Вы помните так, как в молодые годы помните. Этого будет с вас достаточно. 6,6. Ибо в смерти нет памятования о тебе. Во гробе кто будет славить тебя? То есть, не надеясь на то, что за меня помолятся. Я заранее на упокойное, на вечное поминовение. В церкви, в Иерусалим отослала. Это ложная надеясь. За гробом нет покаяния. И только покаянием это судится. Чтобы твои дела духовные росли, ты оставил что-то раздать. Я где-то прочитал. И говорит, если ты своей рукой подал, когда ты в силе здоровья, это золото. Когда уже забрел, едва живешь, это серебро. А когда отложил ту же сумму, да после смерти раздать, это как медные пятаки. В этом тоже есть все. Своей рукой, сегодня, сейчас окажи помощь нуждающемуся. Вот знаешь, такая беда. Вот у нас взяли троих по этой мобилизации временной, как называют, или выборочной. Три человека. Одни определенно молились и просили, а двоя нет. Я его назову имена, это Никита. У племянника сына взяли Александр, отслужили. И у Игоря Глушкова Максима, вот, Корчины. Хотя они не говорили, но эти люди нам знакомы, и мы о всех молимся. Их пока учат, еще они не в тех местах. А там, там сколько говорят побитые, не хоронят, не знаю даже. Ну и так, а кому они нужны? Поэтому настроиться на то, что мы тоже там. Мы тоже страдаем. Это наши родные, наши близкие. Помните, три имени можно запомнить. Вот заметьте, это наша священная книга. Библия полная. Тут 11 книг правды нет, только канонические. У мусульман книга называется, я не произношу ее никогда, главная книга. Она в 5,6 раза меньше нашей Библии. Это мои наработки, я им много занимался. И вот что получается. У них человек приговоренный к смерти сидит. И ему дается шанс выйти. Он просит, дайте эту книгу. Если он наизусть расскажет, наизусть. Уже было несколько случаев. Я говорю, наизусть, тут наизусть только 118-й псалом. И тебе уже покажется, ох, как много. У меня тут один был, сильно хотел показать, что я такой-то. Я говорю, вы еще один псалом? Он говорит, в 5-м доучил, 1-й забыл. На 6-й перехожу, 2-й забыл. У меня встретился один в лагере был. Приехал к своим детям из старой обрядцев. И он 118-й псалом знал наизусть. Один раз в жизни встретил. Был такой патриарх Геннадий. Он не ставил даже в диакона, пока наизусть не выучит всю псалтырь. Я могу просто поудивляться, какая строгость и какие люди находятся. Вы это поставьте себе. Я как-то однажды устроил небольшой экзамен. Человек из баптистов пришел в православие. Уже год, несколько лет проехал. Он стал священником православным. Я говорю, давайте я проверю. Отвернулся и считает. То есть при че Соломона, то премудрость Сарахова. Они похожи. Он ни разу не ошибся. Он говорит, это Соломон. Он сказал, это Сусть Сарахов. Значит, почему? Среди них есть даже люди, которые несколько десятков раз прочитали Библию. А у нас даже здесь сидящие, не все прочитали Новый Завет. А уж мы ли об этом и говорим. Почему не любите Слово Божие? Помните, знания помогают человеку устоять абсолютно везде. Ты начал говорить о Боге. И Господь тебя откроет. Даст тебе знания языков. Я разговаривал с одним человеком. И в войну, когда они в окружении были. И в это время немец говорит, штыком, ну на винтовке штык. Я говорит, ухватился за штык. Я ни одного слова по-немецки не знал. И по-немецки чисто стало бы говорить. Если ты убьешь меня, служителя Божия, домой не вернешься. Тот остановился, стали допрашивать. Он ни одного слова не знает. Как эти предложения из меня? Говорят, выше я и по сей день не могу объяснить. Это Бог делает. Но он бы не сказал, если бы не знал, как это по-русски. Псалтырь. 33.17. Псалтырь? Да. Да. Псалтырь. 33. Так, впереди 29.5 можно прочитать. Что именно помнить надо? Я не выдумал ничего здесь. Потому что другой человек считает, мы не договаривались. Он считает букву в букву. Пойте Господу святые его, славьте память святыни его. Ну хорошо, вы считаете, псалтырь, папа, куйникам, бабушкам, память святыни его. Какой? Память о святости Божией. Как он к святости приглашает людей. Это целая наука. Ну вот сами подумайте. Когда говорят эволюция, вы слышали это слово, учили в школе. Ну это бред. Вот комар есть и слон. Ну разница маленькая. Возьми половая акула, и у нас в деревне гальян там в воде. А сколько такого? Вот носорог. Там сбитый какой. Есть такой, который птица какая-то рыхлая. И все, Бог сотворил. Зная, какое перышко будет. Вот сейчас летает жулан. Присмотрите с ним. Ну, жулан называется. Большая синица. У него черный ободок. Белые щеки. Сзади у него зеленым и желтым. Картинка. Их сколько таких. И как он будет расслаждаться. Летом его нигде нету. А к зиме прилетают. Все наоборот. И Господь заложил все абсолютно. Чем он будет питаться. Я скажу. Вот гусеница ползет мохнато. Только одна птица ее ест. Больше никто. А кто? Кукушка. И она сама не высиживает яйца. Она находит гнездо и караулит, когда хозяйка вылетит. Она ест уложит. А он как вылупился оттуда. Всех этих братьев своих сводных. По одному показывает, как надувается. На спину выбрасывает. А они одного кормят. На дне скормят. Уже на голове она у него сидит маленькая пищушка. Это Бог так сделал. А почему напомнить кукушкам, которые в роддомах бросают детей и другое делают еще хуже. И как? Так их называют кукушкой. То есть, если ты внимательно будешь смотреть и память. Что я говорю сейчас, вспомни. Мы этими проповедниками в виде кукушки со всех сторон буквально обложены. Как все прекрасно. Память святыни его. У нас нет ни львов. У нас нет змей, которые там по несколько метров длинные заползают в комнаты людям. Показывают в Австралии. У нас такое место. Да, зима суровая. Но так тут и люди такие. Под стать климатическим условиям. 33.17. Память святыни его. Детям своим говорите. Даже они в церковь не ходят. А вы свое говорите. Знаете, как Бог велик. Как Он свят. И как Он слышит. Вот я скажу, ты был где-то в бедственном? Да, был. А ты знаешь, что я молилась для тебя? Тут был у полномочия найден. Паральвизный культом. Ну, такой давил. Прямо нас даже в дом инвалидов не допускал. А пошел на пенсию. Встретились. Он говорит. А у меня мама была верующая. Сразу вспомнил. А вот был коммунист. И она за меня молилась. И я даже в финскую войну не пострадал. Молитву матери. А веру просто разрушал. Пришло время подводить итоги жизни своей. Без Бога не до порога. И детям это говорите. Дети, молитесь, чтобы молитва моя дошла до Бога. Чтобы вы не умрели без покаяния. Это нетрудно вам запомнить. Потому что за гробом нет покаяния. На лице Господня против делающих зло. Чтобы истребить с земли память о них. Злодеев. Какие были? А кто помнит? Где кто обращается сегодня к тем, которые там в авзолее или где-то около него. Пепел там от них. Кремация. Ничего этого нет. И развеяли по праху посинюринского процесса. Всех, кого он сожлеет. И память о них никто не знает. А какую силу имели? А праведник, который знать-то ничего можно сказать. Писать-то не умел. А Господь как его возвысил. Почему так? А тут написано, и память их исчезнет. Память. Память грешника краткодневная. На сегодня, да. Вот он сумел так, миллиардером стать. А ты в бедности был. Лазарь-то где оказался? А богачество в каком месте мучается? У Лазаря имя есть, а у богача даже имени никакого нет. Они одинаковые все. Итак, Псалом 110, 4 стих. О чем я говорю, запомните, что надо помнить. А этих нечестивых можно и не помнить. 110? Да, Псалом 110, 4 стих. Заложен еще раньше. 110. 110. Там закладка лежала. Да. 110. Памятными соделал он чудеса свои. Милостив и щедр Господь. Запомните. Милостив. Сколько раз нас спасал? Я вспоминаю, сколько я раз. Три раза тонул только. И Господь позволял. Падал с какой высоты. Лежу, еще боюсь шевернуться, что все движется. На полном ходу упал среди кучей кирпичей. Ни руки, ни ноги. Еще полежал маленько. Боюсь обставать. Думаю, ноги перебитые. Нет. Разве это не чудо? А сколько когда едете? Сколько аварий, пробок? Ведь речь идет о десятках тысяч погубленных людей. От того, что неправильно переходили. Или у кого-то тормоза не сработали. И не спешите никогда судить. Потому что не все так просто. Вот стояла машина. И вдруг через сплошную полосу переезжает. Его машина сбивает и сразу убивает. Зачем он это сделал? Никто не знает. А когда узнали, что это очень опытный милиционер в машине. И он обернулся и увидел, что дальше переходит дорогу детский сад. А там машина несется. Она ни светохор ничего не видит. Пьяная за рулем. И он жизнью своей спас сколько жизней. Не суди о том, чего не знаешь. Вот плетется по дороге нищий. Ты о нем от жалости рыдаешь. Он что прячет нож от голенища. Не суди о том, чего не знает. Что душа суровая у брата. А у него, говорит, душа как вата. И поэтому память эту надо держать. Сначала узнать подробно. И в молитву в первую очередь за то. Молитесь о врагах ваших. Он враг, он может тебя достигнуть до молитвы, и ты жизни лишился. Зато он все это обдумал. Питча Соломона. Десятая глава, седьмой стих. Что нам Соломон скажет? Память праведника пребудет благословенно. А имя нечестивых омерзеет. Омерзеет. Запомните это. Говорит, рукописи не горят. Горят. Как Пушкин говорил, я памятник силе воздвиг не рукостворный. К нему не зарастет народная тропа. И мы его помним за хорошее, а не то, что ему приписывают нехорошее. Хорошее будет победителем всегда. И вы память оставьте детям, близким, которые соседи жили. Я вспоминаю, как один проповедовал в Японии. Качество Христа. Какое. И один не выдержал прямо. А я знаю, у нас сосед такой живет. Христос рядом живет. Вот что вы перечисляли, вот он все это делает. Он другого не знает. Но он увидел по описанию, как. Что о нас скажет? А верующие, это только на таких кадиллаках там начинает дальше перечислять патриаршим. Я говорю, зачем это нужно? Я более счастливый, чем они все вместе взятые. А почему? У меня велосипед есть, и на нем инструмент. Я еду, где куча глины, я заезжаю, делаю пищи. А они всегда одинокие, и им завидуют. А мне ни один не позавидует. Понятно, сразу каждый подумает. Научитесь этими критериями в Писании размышлять. Притч, так. Из Икииля. 21-24. Я взял специально пророков разных. 21-24. Посему так говорит Господь Бог, так как вы сами приводите на память беззаконие ваше, делая явные преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память, то вы будете взяты руками. Вот недавно это было событие, прошло время какое-то, один из известных артистов повалили крест, и он на кресте пляшет. И крест так, чтобы он высоко был. Зачем ему это нужно было? А позорить? А позорить кого? Самого себя. И поэтому Господь делает так, чтобы и злодейство не забывалось. Вы на вид выставляете эти. Вот она такая-то смогла столько-то раз, как дочь Сталина пять раз выходила замуж. И это надо выставлять. А ты вот так то, что для Бога посвятила жизнь свою, отдала. Вот тогда каждый шаг Господь будет считать. Ангел-хранитель считает твои шаги, когда ты в храм идешь. Есть такое выражение. Деяние апостолов 10.4 Дальше. Это мы прочитали. Деяние апостолов 10.4 Зайти дальше. Он же взглянув на него, испугавшись, сказал Что, Господи? Ангел отвечал ему Молитые твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Видите как? Вот это непонятно. Как у Бога пришли на память? Кому пришли? Богу. Бог ничего не забывает. Ну, это антропоморфизм называется, чтобы мы Более воспринялись, чтобы делать добрые дела, и как будто они куда-то уходили. А тут все перед Богом стало. И молитвы, и милостыни. И сразу специально, как по-нашему сказать, командировка апостолов. Да не один пошел, еще шестерых взял с собой. И мы знаем, это 10 глава Деяния апостолов. Это открытая вторая половинка двери для язычников. Образование церкви из язычников. 20 глава, 31 стих. По всему бодрствуете, памятуя, что я три года, день и ночь, непрестанно со следами учил каждого из вас. Видите как? Чтобы это помнили. Люди могут говорить. А кто знает, когда вставал этот человек, когда молился. Ну, недостаток какой-то, если ты увидел, это проще увидеть. А это все тайно. И Павел говорит, чтобы памятовали. Это ни день, ни два. Он говорит о годах. И молился со слезами, принимая всех. У меня ежедневно стечение народа. А почему? Каждый со своей просьбой приходит. Кому-то надо засвидетельствовать. Вот он находится в тюрьме, и в это время обращается, душа каяться. Он говорит, я родил его в узах. Анисима. Послали к Пилимону. И оттуда, по милости Божьей, я сегодня только из Индонезии получил. Там мусульман или кто. Страна-то такая. Почти каждый день поступает. Мы вот ваши смотрим это дело-то. И я был вообще против. А сейчас принимаю это все. Видите как? А почему это? Потому что я всегда прошу молитесь. У нас очень большая аудитория. Три канала у меня, только на одном, 81 миллион просмотров. Миллион. Это больше, чем у нас полстраны. Это молитвами святых. И все, что мы здесь говорим, от этого уже сегодня будет известно. Вчера, что проповедь, уже такие отзывы идут. Уже друг другу начали пересылать люди. Ну что тут особенного? Просто мы открыли Библию. Посмотрели ее в сегодняшнем дне. И как святые отцы рассматривают это все. И поэтому ваши святые молитвы, они не оставят мертвым то, что мы сейчас считаем. Оно снова повторится. Так. И с 35 по 38 стих. 20 главы тут посчитали. 20 или 30? С 35 стиха по 38. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надо бы поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Видите, такое, у нас сидят за столом, у батюшки, после моления. А я стою, говорю в это время, и спрашиваю Владыки, мы считаем, это мы можем платить в жизни? Простое дело. Падали на шею ему, молились, преклонили колено, а у нас только колеса в вашем клане, и все, поехали. А почему нет? И когда напротив нас зашли, где вот брат Владимир, расстелили палатки, он пришел, и все это засняли, и молились вместе. Памят, это осталось память, и поставили патриарху это даже, все это. Чтобы увидели, что вот как можно делать-то. Не просто так пришел, как отчужденный, а свой родной отец, брат наш. Он вместе с нами на коленях стоит здесь. И тут же священники приехавшие, и тут же семинаристы. И дальше. Второе Петра 1.5, 1.15. Еще немножко, чуть-чуть. Второе Петра 1.15? Второе Петра 1.15. Вот оно, второе Петра 1.15. Тут закладка. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Так, вы не забывайте, дорогие мои. Мне 84-й год. Я хочу, чтобы то, что здесь мы говорим, это пришло вам на память. Я говорю о том, чтобы Слово Божие было нераздельно с любовью ко Христу. Мы любим Его Слово. Он говорит, любите меня? Докажите. Как? Соблюдите мои заповеди. А это входит в число того, кто занимается. Просто его подбивает к этому Господь. Помнить надо. Еще раз прочитайте. Это Петр пишет. Он хочет, чтобы мы помнили. И не только помнили, а и делали. И вот это Писание после его смерти мы считаем. Слушайте внимательно. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Всегда приводили на память. Я наказываю, как меня хоронить. У меня гроб сделал брат Андрей. Стоит у меня в сенях там. И Господь так сделал. Я говорю, я умру. Многослойно целопановый зарядите. Я принес Евангелие с Псалтирией. И сегодня. И на кресте, чтобы была надпись, кого нет, берите. Чтобы они были заноминированы, не промокли. И время от времени проверять. И снова повесить. Я хочу из гроба проповедовать. Не только здесь. Другие услышали, где я себе так сделаю. А это еще не стоит. Сколько при раскопках находят и обмеряют там где-то. А нашли Евангелие? Это книга. Это книга. Слова Божии, которые привлекут ко спасению. О чем будет радость на небесах. 1 Фессонникицам. 1.3.6 Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Что памятуя, Павел говорит, какие вы, как молитесь, в каких трудностях были и далее. Знай избрание ваше, возлюбленные Богом, братья, потому что наше благовествование о вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Вот когда такое единство есть, пишет и напоминает. Ну не надо, это тайные дела. Тайные, да, но на вершине горы. Главное, твое внутреннее состояние как. Петр лишь, чтобы напоминать вам еще, когда меня не будет. И Павел говорит об этом-то самым. Я думаю, они не договаривались. Это изнутри выходит. Нам есть что вспомнить, как мы были здесь хорошо. Не посторонние. Ну как сегодня в храмах-то? Зашел, вышел, никто никого не знает. Ну все-таки соблюдаем порядок, наблюдатели есть. Тут шепотом есть, и то кто-то говорит, и то замещание сделает. Вот у нас, в которые члены, ни одного нет бритого. Если он в армию берет, то пошли ходатайствовать, говорить, помогать. Нужда какая, мы друг друга знаем. Больные мы молимся, я всех благодарю за это лето. Лето было необычное, победное просто, радостное. Я всех благодарю. Сегодня, если Господь позволит, я кое-что тут принес, подтвердить, показать, какое чудо Бог имел. А вы это можете сохранить. И еще одно место. Второе Тимофею 1.5. Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Удивительное дело. Еврейка вышла вопреки закону, потому что он вспоминает бабку верующую, Евника, мать, и в них вера была, он познакомился с этим внуком, их сыном, из него получился проповедник. Мало того проповедник, миссионер, и это не все, он епископом стал. Два послания ему Павел пишет, как возлюбленному сыну. Когда мы будем выходить, мы можем отдать кому-то свое наследие. Эти книги ваши не выбросите в мусорный ящик. Вы помните об этом. То, что нам было дорого, что мы писали везде. Вот сегодня нет, я не знаю, человек здесь или нет, который писал. Ну, Надежда Ивановна, вы всегда молитесь о ней. У меня, видишь, какой талант. Другие в чем-то еще здесь. Одни тут ремонтировали, что делали. Мы как одна семья живем здесь. И это помните. И когда с людьми встречаетесь и говорите, все это сделал Господь. Через то, что мы считаем Евангелие, проповедуем Слово Божие. Это не наше. И тут, говорят, избранным своим. А сегодня избранным, это прелесть, гордыня. Много званных, но мало избранных. Можно ходить все время среди верующих и оказаться на другой стороне. Прошу, развивайте свою память, насколько возможно, о чудесах, которые лично с вами Бог совершил. Какие у вас в жизни были победные шаги. И там, действительно, наша сестра Раиса Николаевна в Москве, там с ней гуляют. Она уже ничего не понимает совсем. Но через нее, которые ходят, говорят, откуда она. Она у дочери там живет где-то. Итак, оставьте какой-то след, не мертвующий, не умирающий. Богу нашему слава за дивный дар памяти. Аллилуйя. Аминь. Аминь.